Дорога, ты снова позвала меня в родное для меня место, в Олтимикент, где я родилась. Правда, в этот раз я приехала в рабочую командировку. Дело в том, что одной из проблем в Казахстане остается низкое качество образования на селе. Тем более, по результатам ЕНТ, Шамбылская область в этом году заняла одно из последних мест. А школа в моем селе вошла в перечень 100 школ с низким показателем в сфере образования. Как я уже сказала, мой рассказ пойдет о качестве образования в сельских школах. И сегодня о причинах этого говорят жители аула Тимикент. Оз ауылдың тұрғына кезде ойбай майраамын. Кіздің ауылда сейзымында қалық тұрады. Мен өзім оң баланың анасыымын. Менің жоғарыға астап түрген үш балам бар. Оның біресі қыз бала оқу бітіріп жоғаруымын. Түрміз тұрған екінші бала. Оның бала Таразғасыр да оқида. Алған түрттің мектеп жасында. Оның біріп жүрген тұрған екінші бұл күшкентайым. Мектеп, енді мен мектепке жаман деп үштенге айталымаймын, бірақтым. Біздің балалардың қазіргімдің жағдайына ғарай, қалалады сияқты емес. Ауылдың жерде бұрындар күрліптар бұлатын. Біздің балалары мүсал үшін бейден, гимнастикат, әңге, бейімпері бар. Көп бұлы сондағы өз білімдерін, өзделі өнерлерін үшқандай ғарайымайды. Ауылдығы жерде. Сондағы мәдінет орталығы деп үшін бұлатыр. Сол деп бүткенгезде балаларға лайақты әрғайсын өзінің өзінің керекті, У нас есть интересная садика. Мы не можем химикам, но мы не можем. Балайя, нашим муэль, нашим муэль. Мы не можем. Она приезжает в 10 минут. Мы в 4 часа, в 4-мм. Мы не будем. Мы будем. Она приезжает на пасове. Он был только в 10 минут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодняшняя проблема, которая стоит на селе, это, конечно, проблема образования. Ведь большая часть населения выходцы из села. Даже возьмем, если крупных политиков, президентов возьмем, все они вышли из народа. Школа типовая, как и городская. Одинаковая она построена лет 30-40 назад. Такая же школа, как и в городе, старая школа. Но, тем не менее, база уже состарилась. Учебные кабинеты все уже, можно сказать, уже на нуле. Нет ничего нового. Почему же получилось так, что наша Тюмигенская средняя школа в этом году осталась в числе 100 худших школ по результатам ЛЕНТ в республике? Ну, во-первых, я думаю, это опять, значит, нету отсутствия материальной базы школы. Во-вторых, более где-то 40% учителей уже предпенсионного и пенсионного возраста. Сельский учитель, он еще также загружен хозяйственными своими проблемами. Потому что жить на селе и не иметь хозяйства, это значит быть уже материально зависимым. Значит, школу нужно, наверное, построить уже новую, большую, типовую школу. Потому что в нашей школе ведутся занятия в две смены. И даже, можно сказать, в две смены мы не помещаемся. Казахстанда 70% халық-халықтын саны ауыл тұрғындары. Олардың ауылда мектептер аз. Оқушылар, мысал, бізді мектепте, мектепіміз үлкен, бірақ 700 шақта бала ғарналған, бірақ, бізде кәдір мектепімізде мұннан асық оқушы бар. Мұғалимдерді жаман емес, білімі бар, білімі бар адамдар. Сондықтан президентің 100 мектеп, 100 ауыл ғана деген дұршар мектепте, осы ауыл жерлерде мектептерді көй біткен, дұрсты болай мекткені. Мектептер көк боса, балалар саны әр мектепке не ғасын, білімі де жақсы бұл. Сондықтан көріпті 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 көрліру.